это проект религия сегодня яка и женс моглов здравствуйте любопытную новость опубликовали не так давно европейские средства массовой информации в ватикане представили умные четки которые работают по принципу фитнес-трекера их синхронизируется с мобильным приложением это устройство призвано напоминать верующим о различных церковных праздниках и молитвах и так каковы сейчас взаимоотношения религии и науки вот на этот вопрос мы попробуем сегодня найти ответы в этом надеюсь мне помогут мои уважаемые гости позвольте их представить он баров ершат арбаевич доктор phd заместитель председателя духовного управления мусульман казахстана наиб муфтий каирбеков нурлан ефратович phd доцент кафедры религиоведения евразийского национального университета имени гумилева итак добро пожаловать нам студию прежде чем начнем беседу ну скажем так небольшой сюжет зарисовка о том какие бывают мобильные приложения коль речь зашла о них уже рассчитаны в данном случае на мусульман одна из отечественных разработок мобильное приложение для чтения намаза сажда им пользуются уже более 850 тысяч человек это не коммерческий проект по словам автора к нему часто обращаются с предложениями разместить в приложении рекламу но он всегда отказывается специальное приложение для благотворительности запустила духовное управление мусульман казахстана через него можно жертвовать деньги нуждающимся для этого в базе программы есть данные людей которым нужна помощь кроме того встроенный калькулятор позволяет точно рассчитать сумму заката а в махачкале для благотворительности создали свое мобильное приложение туба как говорят разработчики туба это дерево в раю за девять месяцев работы проект собрал более 28 миллионов рублей сейчас туба работают с 14 благотворительными фондами из дагестана ингушетии чечни карачаева черкесии абхазии москвы и астрахани как вы думаете ну вот это должно быть вот такие приложения именно напоминающие о времени намаза и так далее они должны существовать или все-таки взаимоотношения человека со всевышним это нечто так сказать тонкое внутреннее душевное и не должно подвергаться ну так сказать превращению в технологию бисмиллах ислам всегда побуждает стремиться к знаниям к науке и поэтому всяческие откро научные открытия научные приобретения на поддерживается исламом до тех пор пока если эти научные значит открытия не к основе религии ислам как вы уже заметили эти приложения мы давно используем почему потому что не все равны в богобоязненности правильно аллах совершен коране говорит человек сотворен слабым значит слово инсан да в коране используется как на направление к человеку да а вам означает с арабского забывающий и поэтому поддерживается вот эти вот предложения до напоминания по сути они помогают помогают до человек куда ислам поддерживает науку поддерживает все научные открытия потому что первый аят из корана если мы вспоминаем да был ниспослан учись да пророку салава салям было сказано аджибриэлем учись сурат аляк первая отверг и хра учись и три раза повторяется ведь их 5 первых аят три раза повторяется учит значит мусульманин должен всегда работать над собой уж совершенствовать свое знание не только душу но и разум разу хорошо но ведь но скажем так давайте признаем что на протяжении истории человечества взаимоотношения между ученым сообществом и искать духовным сообществом они но не всегда так сказать были настолько совершенными и так далее иногда происходили все-таки непонимание и противоречия и так далее вообще если взять историю то мы увидим следующее что наука и религия они прошли несколько этапов во первых в начале своего существования человечества когда приблизилась значит так науки они были в основном это люди религиозные и несколько веков можно отметить что именно религиозные люди делали науку я вот когда готовился к программе нашел такой интересный пример из истории оказывается математик герон александрийский изобрел тогда еще автомат для продажи воды в храмах это получается было дело в древней греции а были в истории но исламского мира какие-то знаменитые имена знаменитые ученые которые совмещали в себе так сказать и работу в научном управлении и в то же время скате веру да конечно очень было их много и значит рукописями многих этих ученых сейчас пользуется современный ученый здесь можно назвать ученых центральной азии это абунацар аль-фараби в первую очередь конечно тоже был выдающийся ученый своего времени который знал 73 языка который был выдающийся математик это физик астроном и так далее опять же это ученый кожах медиасовый которого многие знают да в центральной азии но при этом он был один из религиозных верующих мусульман да вот все таки справедливости ради давайте тогда поймем а есть ли направление в каких-то но есть на научных разработках изысканиях ну или вообще в практическом применении каких-то научных знаний которые религия в частности ислам не одобряет такие бывают бывают да например сфере эко экстракорпоральное оплодотворение да ислам против банка спирмы все называть своими именами да ислам защищает ценности человека значит его потомок должен быть ясным от кого идет ребенок правильно и после рождения и после рождения все многие обязанности которые вот именно связано с с определением от кого родился ребенок можно сказать еще о трансплантации органов ислам запрещает значит пересаживать не пересаживать от подвергать органы к продаже донор должен быть и от чистого сердца до дарить эти органы чтобы сохранить жизнь человек сама трансплантология не запрещается не запрещается скорее против коммерческих отношений против коммерческих а вообще если взять другие мировые религии конфессии и так далее есть вообще вот если обратить внимание на то какое отношение значит религии к научным достижениям к тому что говорят значит ученые пусть будут это классики значит средневековье это пусть будут ученые в более современной религии она значит и религиозные люди они полностью не отрицают науку как выше было сказано уважаемым на и муфтим о том что значит в исламе всегда приветствуется наука то здесь нужно добавить что и в христианстве иудаизм если наука приносит пользу людям и не переходит грани божественности то тогда священные люди этих религий они будут с ними значит идти если же значит в классической науке происходит процесс значит когда ущемляются именно ценности божественности вот в этот момент да могут появиться проблемы то есть когда речь например идет об опытах в сфере например клонирования и тем более клонирования человеческой днк то это начинает вступать в конфликт уже как бы с силами высшего порядка например скажем вот если говорить о исламе то священном куране говорится что когда в чреве матери появляется ребенок то именно через несколько месяцев или скажем 120 дней появляется и рух то есть душа от бога и немало ученых европы пытаются оживить до ребенка без матери например никакая религия не ислам не христианство неудаизм с этим никогда не согласится если взять с точки зрения религии то изначально она ориентируется на человеческие ценности и знания получены от бога если мы возьмем науку классическую науку да то наука она вообще сама стремится познать законы материального мира без вмешательства божественных ценностей да и вот вот такие есть до моменты различие между ними но несмотря на это сейчас современном мире мы видим что многие ученые они уже не отталкиваются от религии а наоборот хотят быть вместе с религией улемы считают что религия и наука происходит от первоисточника то есть не противопоставлять не противопоставляется этот точки зрения ученых ислама а первоисточник является аллах сверс всевышний по мнению ученым первый человек адам алейх салям да когда был уже распространен значит его сыновья да дети да он был первым пророком от бога который обучал своих детей ко всем основам науки первую очередь я могу сказать он обучал своих детей основ архитектуры но раз мы заговорили о знаниях предлагаю обратиться за примером как собственно сейчас готовят в казахстане современных молодых ученых гирсеид хосетов учится на четвертом курсе евразийском национальном университете имени гумилева из этих стен он выйдет дипломированным химиком аналитиком парень сможет работать в лабораториях самых разных предприятий от пищевых до металлургических но пока его удел учеба лекции именитых профессоров и практические занятия под руководством опытных заботливых и внимательных педагогов важно все ведь именно сейчас на четвертом курсе будущие профессионалы получают специализацию хотя насчет себя ерсеид уже определился я мог пойти дальше как сотрудник научной деятельности но мне нравится работать руками то есть я люблю что допустим внедрять смотреть как технологии идут всем этом разбираться и соответственно проводить какие-то конкретные анализы некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей ссылаясь при этом на некие религиозные запреты и ограничения но разве ислам против медицины против вакцинации ведь она направлена на то чтобы люди в частности дети не болели или хотя бы меньше болели вы совершенно правы есть такие такая тенденция да среди среди населения в нашей стране я хочу сказать что это не основная критерия отказываются от вакцинации такие моменты есть конечно нельзя исключать но и и религия ислам не против вакцинации наоборот поддерживает вакцинацию есть предпосылки священного священного корана который вот аяты которые доказывают что надо человек должен значит предпринимать меру сохранить заболеть да поэтому священный аллах говорит здесь еще нужно отметить значит вакцинации да первое нужно сказать что почему значит показывают что именно религиозные люди боятся этого нужно показать что здесь не только религиозные люди но люди которые далеки от веры в причине боязни значит не современных технологий или наоборот что в данный момент насколько она принесет пользу или вред моему ребенку и люди боятся этого то есть просто страх от незнания страх от незнания а если взять с точки зрения религиозных людей то тут нужно сказать две вещи первое мы видим иногда не просто религиозных людей а видим фанатов которые фанатически относятся ко всему современному они а значит своих пусть это будут мусульмане будут христиане они а значит ведут их к тому средневековью когда жили давным-давно отталкиваются от всего современного это первое говоря что наши отцы так же мы должны также придерживается вот этого догмата да и поэтому не только к вакцинации а во все всему тому что идет с технологиями медицины других направлений они а значит от этого отказываются и избегают вот например я знаю некоторых людей которые практически не дают своим детям смотреть телевизор и не пользуются телефонами связи да хорошо а предположим что человек молодой человек который познает мир который учится и так далее если у него в голове возникает в один момент ну некое противоречие в картине мира как быть в этом случае мы в мечетях всегда значит толкуем да что и религия ислам поддерживает все значит принципы образований университетов школах которые вот говорим как светские светское образование да потому что пророк салава салам когда сказал у тлюбуль айлма валяуканов и сын вы учитесь знанию да и учитесь к знанию да если даже это будет в китае ислам не говорит учись только верообуждение или религиозное здание да все направления все направления призывает к этому пророк сам и религия ислам поддерживает заниматься науке никак не против и есть были такие периоды да когда вот были некоторые открытия да например а строение земли ученые запада когда отвергли это открытие да мусульманы наоборот поддержали сказали что это в наших книгах в каране прописано что земля не совсем круглая а имеет форму эллипса пророк салава лео салям сказал сказал антум ад рамине бу муру дуниакум вы больше знаете о сущности в этой этого мира поэтому иногда он советовался то есть имеется в виду что надо впитывать все знания до которых может человек может дотянуться и так далее то есть нельзя отрицать что-то только на основе того что это так сказать не укладывается в твой совершенно верно совершенно верно поэтому я хочу сказать что современное достижение науки да будь это в сфере технологии сфере медицины она еще не достигла до той вершины которые аллах не спасал например пророком в частности пророку сулейману алейхсалям сулейману алейхсалям аллах дал такое знание что мы не достигли в современном мире этих знаний знаете вот я хочу сказать следующее что наука и религия они формируют и воспитывают у человека ну немного различные виды ментальности вот ученый который живет с наукой если он богобоязненный тогда да если он с верой живет с детства то тогда он каждый свой свое научное открытие будет делать и говорить что я еще открыл то что нам не открыл северный бог если же этот человек с детства был далек от религиозных ценностей и воспитания то он будет говорить что я сегодня открыл еще интересный закон природы в науке да поэтому здесь все зависит от точки зрения конечно здесь нужно говорить не о том занимается ли он религией или наукой а нужно сказать какой человек в данный момент стоит перед нами потому что в современном сейчас нашем мире да она настолько уже сбили сблизилась насколько столько между собой переплетается наука и религия мы видим очень много религиозных людей которые открытия делают да мы видим значит ученых мусульман которые делают очень гениальные открытия современности да мы видим также вместе с этим ученых которые не совсем относятся положительно к религии а называют себя боже атеистами да то есть я думаю что этот вопрос он был есть и будет религия и наука что ж огромное спасибо уважаемые гости за то что пришли к нам сегодня в студию и ответили на все вопросы и так это был проект религия сегодня увидимся в следующем выпуске на телеканале хабар всего доброго а 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 Продолжение следует...